На Совете Безопасности я докладывал о ситуации в связи с развитием эпидемического процесса по коронавирусной инфекции. За весь период. Безусловно, эпидемический процесс, как и пандемия в мире по коронавирусу не завершилась. Мы отменять ограничительные меры не будем, они будут продлены, поскольку впереди у нас еще и сезонный осенне-зимний период по ОРВИ гриппу. Те меры, которые были приняты и действуют на сегодняшний день, они будут также эффективны с точки зрения профилактики гриппа. Но окончательное решение будет принимать координационный штаб и предлагать его на рассмотрение президенту. Но по предварительным данным, я думаю, что эти меры будут продлены до середины января следующего года. То есть школы, садики, мемасовые мероприятия. Но может быть и по отдельным позициям даже и ужесточение мер произойдет. Но в части проведения любых мероприятий, то что сейчас мы говорили о каких-то отдельных мероприятиях, но мы посмотрим, мы проанализируем тщательно эпид-обстановку к тому периоду, вот сейчас, когда будет приниматься решение уже координационным штабом, и мы вам об этом объявим. В мире сейчас говорят о второй волне коронавируса, в Южной Корее заявляют о третьей волне коронавируса. У нас какая волна коронавируса? У нас мы ее считаем второй волной. Первые случаи заболевания, так скажем, которые у нас были вот в апреле месяце, за тот период, 38 человек, из которых одна скончалась на тот период. Затем у нас было окно, когда ни одного выявленного пациента у нас не было. И фактически с 22 июля текущего года у нас начали выявлять инфицированных больных, причем рост их шел в геометрической прогрессии. И наибольшего пика мы достигли именно в октябре месяце. Вот вы следили за статистикой, знаете, что у нас сутки до 200 человек выявлялось положительных, позитивных, вот именно COVID-19. Это при том, что обследовалось там не более 250 человек. Но когда в соответствии с распоряжением президента мы запустили вторую ПЦР-линию в лаборатории СЭС, где вирусологическая лаборатория, где осуществляют эту ПЦР-диагностику, у нас появилась возможность сутки проводить до 500 исследований. И, соответственно, мы смогли достаточно большой охват населения привести именно вот эти пробы для проведения исследований. И у нас вот на сегодняшний день, во всяком случае, на 500 исследований, на 350 исследований вот такое количество инфицированных. Если в целом сказать, вот на сегодняшний день у нас зафиксировано 5374 инфицированных. Это за весь период. Обследовано более 22 тысяч человек. На сегодняшний день, я вам могу сказать, вот тенденция за эти несколько дней, обращаемость в стационары снизилась значительно. И в том же Гудаутском ковидном центре сегодня проходит стационарное лечение 80 пациентов, из которых 17 тяжелых. А средние показатели у нас были не менее 25-27 именно в отделении интенсивной терапии и реанимации. При этом общая госпитальная летальность составляет 1,2%, что, конечно, ниже, чем во многих других государствах. И это было подчеркнуто визитом вот экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые в течение 12 дней осуществляли мониторинг наших учреждений с целью определения дальнейшей возможности по оказанию нам предметной помощи, в частности, по обеспечению средствами индивидуальной защиты. В первую очередь, об этом речь идет. Ну и, конечно же, наша искренняя благодарность нашим коллегам из Российской Федерации, которые вахтовым способом, ну, практически по две бригады, они приезжают вот на работу в Гудаутский ковидный центр. Это профессионалы, врачи-реаниматологи из различных медицинских университетов, клинических, я имею в виду. Вот по сей день работают. А что с нашими абхазскими врачами? Вы обращались к соотечественникам? Ну вот три врача откликнулись. Всего лишь откликнулись три врача. Другие предложили, значит, оказывать консультативную помощь в дистанционном формате. Ну, у нас это достаточно хорошо налажено с колл-центром Первого медицинского университета имени Сеченова, чьи представители у нас были здесь, вот в Гудаутском центре они работали. Ну и также вот с другими кафедрами, которыми мы консультируемся по части введения тяжелобольных. Ну, соответственно, и нашими силами мы пока на сегодняшний день вот таким образом справляемся при поддержке российских коллег. В следующем году четверо наших специалистов заканчивают клиническую ординатуру по анестезиологии, реанимации и инфекционным болезням. Они тоже включатся в работу в наших больницах. Ну и вот пока так. Томас Мурманович, COVID-19 выявил болевые точки в нашей медицине. Вот назовите, какие проблемы, с какими проблемами вы столкнулись и где вы поняли, что чего-то не хватает и что там нужно восполнять пробелы? Как и во всем мире, хочу подчеркнуть, мы столкнулись, в первую очередь, конечно, с кадровым дефицитом. Потому что когда количество инфицированных росло, и количество пациентов, которые поступали в наши учреждения, увеличилось, а практически до 80% всех пациентов, которые поступали в учреждения, они все кислородозависимые. Как минимум, в средней степени тяжести. И вот тут вот были у нас проблемы, когда была нехватка специалистов. Это было во всем мире. Вы посмотрите по опыту той же Италии, где к работе привлекались врачи разных специальностей. И, конечно, у нас, мы всегда об этом говорили, что у нас есть дефицит врачей, реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов. Поэтому первый, скажем так, удар мы, конечно, выдержали. Но когда стало больше пациентов именно в реанимации, до 40, до 50 человек, конечно, здесь мы столкнулись с большими трудностями. И поэтому Минздрав Российской Федерации нам здесь помог. В части командирования суда вахтовым способом специалистов. Конечно, проблемы были и с приобретением средств индивидуальной защиты, медикаментами. Вы помните, что в период пандемии были соответствующие распоряжения правительств, в том числе и Российской Федерации, на запрет, о запрете на вывоз определенных, значит, медикаментов и средств защиты. Это было крайне сложно приобрести. Приобрести мы испытывали в этом большой дефицит, так же, как и в оборудовании. В достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов, мониторов, ну и других позиций. Все это постепенно восполнялось, в том числе за счет и гуманитарной помощи, которую нам оказывали, и за счет бюджета государства, когда мы приобретали все необходимое по ходу развития процесса. Но, во всяком случае, первые удары мы выдержали, потому что мы были подготовлены хорошо. И это, конечно, благодаря в том числе и международным организациям, нашей диаспоры московской, абхазской диаспоры, диаспоры, Турции, это поддержка ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения Международного комитета Красного Креста, ЮНДП, они оказали колоссальную помощь. Колоссальную помощь, в первую очередь, средствами индивидуальной защиты, а также препаратами, оборудованием, которые мы распределили в соответствии с потребностями и заявками тех учреждений наших медицинских, которые занимаются оказанием как стационарной, так и амбулаторной помощи больным с COVID-19. Кроме того, конечно, были трудности. Я частично сказал о том, что кадровый дефицит у нас. И вот в амбулаторном звене, конечно, были сложности тоже. В части консультирования пациентов, в части их введения на дому недостаточно было здесь, конечно, кадров. И вот тут возникали проблемы. Иногда путаница, когда люди не знали, куда звонить, на горячую линию или на скорую помощь. Но вот начало, оно всегда сложное. К сожалению, мы с этим тоже столкнулись. И мы привлекали волонтеров для работы именно на горячей линии. Они и работают по сей день. Мы привлекали других специалистов, ну, медицинских, я имею в виду, для работы вот именно на горячей линии. И со временем вот эта система маршрутизации, вот сейчас она нормализовалась. У нас проблем никаких очередей на сдачу анализов не существует на сегодняшний день, да и обращаемости практически нет. БАК-лаборатория выдает результаты день в день. При необходимости транспортировки пациента, его транспортируют. Ну, то есть вот эта схема, она наладилась. Конечно, в начале были сложности, здесь это мы никто и не отрицаем. Вот, но мы так же, как и все в мире, учились этому, потому что мы с этим столкнулись впервые и в плане организации того, как поступать в конкретном случае именно вот с этой категорией пациентов. Ну и в конечном итоге вот пришли вот к такому результату, как сегодня. А что насчет надбавок врачам? Их получают и получают ли вообще только те, кто работает в Гудауте, или все врачи, кто лечит ковидных больных? Изначально надбавки к заработной плате получали специалисты, ну, все сотрудники, которые работали в ковидном центре в Гудауте, а также врачи и фельдшера скорой помощи системы по всем районам и городам, и БАК-лаборатория, то есть те, которые непосредственно были заняты вот ковидными больными. В дальнейшем, когда мы открыли еще дополнительно койки в соответствии с распоряжением президента, у нас сегодня, кстати говоря, 530 коек, ну, 186 пациентов, которые проходят стационарное лечение. И вот мы дополнительные койки открыли по городам и районам, безусловно, там привлечены наши же сотрудники, и они уже вот со дня открытия своих отделений, как они приступили к работе, к нам поступают заявки соответствующие, то есть они получают свой оклад по основному месту работы. Министерство здравоохранения, кабинет министров осуществляет доплату в объеме оклада и в зависимости от количества дежурств. Кроме того, московская, абхазская диаспора со своей стороны оказывает помощь, значит, в обеспечении дополнительной оплаты к зарплате. И сейчас, вот в соответствии с, значит, межправсоглашением, которые подписаны вот сопредседателями межправительственной комиссии, там также предусмотрена определенная сумма, ну, до конца текущего года, на дополнительную оплату лиц медицинских работников, которые занимаются лечением ковидных больных. О каких суммах идет речь? О какую максимальную зарплату получают врачи, какую минимальную зарплату получают там врачи и младший персонал медицинский? Все зависит от того, на каком он окладе, какой у него оклад. То есть это зависит от стажа работы, от категории, от ученой степени и так далее. То есть вот эти кроты. Вот я вам сейчас говорю, как формируется. Далее. Какое количество дежурств? То есть если врач прошел дежурство, скажем, в течение там, ну, на ставку 8 дежурств, одно дежурство 2000 рублей. Это фиксированное как бы. Для врача, для медсестры полторы тысячи, для санитарки тысяча. То есть если он 2 дежурства, он получит 4000. Если у него 8 дежурств, он 16 тысяч получит. Я вам скажу, для врача от 25 до 60 тысяч. Это в зависимости от тех критериев, о которых я вам говорил. Это я считаю только то, что за счет нашего государства. И сюда, соответственно, надбавки от диаспоры и надбавки в соответствии с решением межправительственной комиссии. А что с участковыми врачами? То есть когда началась пандемия, когда она пришла к нам, выяснилось, что участковые врачи – это очень важное звено вот в этой амбулаторной цепи. И это не только важное звено. Там еще проблема в том, что, к сожалению, вот наши участковые врачи в основном все возрастные, 60+. Конечно, их в соответствии с распоряжением привлекать непосредственной работе с ковидными больными тоже нельзя было. И поэтому они ввели вот такое консультирование дистанционное. А при необходимости, если там ухудшалось состояние, отправляли машину скорой помощи с бригадой, соответственно. Участковые никаких поощрений не получают? В зависимости от того, что если городская администрация города Сухум, скажем, да, дает нам соответствующую заявку на тех своих сотрудников, которые работают непосредственно с ковидными больными, тогда да. Потому что это ведомственная принадлежность управления здравоохранением города Сухум и по районам соответственно. Не показала ли нам эпидемия COVID-19, что не совсем правильно работает у нас с точки зрения бесплатности или платности медицина в принципе? То есть, например, как ситуация с КТ в республиканской больнице. Что она нам показала? Что у нас вроде как была платная компьютерная томография, а потом оказалось, что нужно бесплатно принимать пациентов туда. Может быть, все-таки как-то обозначить вот эти правила? Чтобы шли деньги в кассу, чтобы это было как-то формально обосновано? Вот в этом году, к сожалению, в связи с пандемией нам просто некогда было заниматься вопросами, значит, урегулированной нормативно-правовой базы в части исполнения вот законодательства в области здравоохранения. Я имею в виду принятие постановления о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и, соответственно, оплатной. То есть, на сегодняшний день у нас нет официально платных услуг. Нету соответствующего постановления. У нас есть два проекта. То есть, в первую очередь, в соответствии с законом, мы должны принять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. То есть, гражданин должен знать, что для него гарантировано государством бесплатно, а потом уже платные услуги. Поэтому, когда мы говорим о КТ, рентгене там или еще каких-то других, УЗИ, все это бесплатно на сегодняшний день. Другое дело, что по факту там мы знаем, как это все происходит. И поэтому, соответственно, и было принято, тем более в такое тяжелое время, были даны соответствующие указания. Сейчас вот они нам прислали заявку на приобретение рентген-пленки, для того, чтобы давать заключение как на КТ, так и на рентгене. Ну а в дальнейшем, я с вами совершенно согласен, мы этот вопрос обсуждаем активно, и премьер-министр дал соответствующие указания подготовить документы на рассмотрение. Повторяю, это будет два постановления. Первое, о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и о платных медицинских услугах. Там это очень серьезные, большие документы, требующие серьезной подготовки, потому что там необходимо учесть, какие льготные категории граждан, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы к этому придем в ближайшее время. То есть получается, что плату в 2500 рублей за компьютерную томографию в республиканской больнице, это было незаконно, да, взимать? Да, потому что никаких чеков никому никто не выдавал, пациенты в кассу средства не платили, поэтому здесь говорит о том, что это законно нельзя. А что с КТ в Гудауте? Сначала говорили, что проблемы с подключением. На пресс-конференции президент сказал, что там была проблема с лучевой трубкой. Народ тоже интересуется и не может получить адекватный ответ. КТ – это подарок организации «Мы вместе». Это первое. Второе. Его установили не так давно, значит, и запустили. Он работал несколько дней. Нормально работал, было проведено определенное количество исследований, но после которого он стал выдавать ошибку и фактически встал аппарат. Но поскольку договор подписан, в соответствии с которым есть гарантии, то есть гарантийный срок эксплуатации данного оборудования, фирмы Тошиба, из Москвы прибыл инженер, который инсталлировал оборудование. Ну и, соответственно, были даны соответствующие указания, что надо сделать. Заменить кабель, который идет от аппарата к источнику бесперебойного питания. Его заменили. Затем сказали, что необходимо поменять трубку. Трубку привезли, ее не покупали. Эта трубка поставлена в счет гарантийного срока. Это их обязательство. Трубка прибыла. Она находится в гудаутах, в больнице. И буквально завтра инженер приступит к ее установке. Каждый день мы получаем сводку оперативного штаба, где указано количество заболевших, выздоровевших, умерших. Входят ли туда, в эту статистику, люди, которые выехали? Те, кто выехал и выздоровел, те, кто выехал и умер. Значит, что касается летальности, мы учитываем только госпитальную летальность. Понимаете, это такое правило. Что касается самих пациентов, то, безусловно, они входят, потому что мы их отправляли. Все эти пациенты, которые выехали за пределы республики в Российскую Федерацию, они находились на стационарном лечении у нас в республике. И от нас же и уезжали. Ну, кто-то уезжал на Восток, кто-то в Российскую Федерацию. Поэтому, фактически, они все входят в статистику за исключением, еще раз повторяю, летальных случаев. Мы учитываем только госпитальную летальность на территории республики. Это законы медицинской статистики. — Томас Мурманович, насколько помог в стабилизации ситуации военный госпиталь, который был развернут на территории гостиницы «Айтар»? — Ну, как вы знаете, после обращения правительства России, в частности, Министерства обороны Российской Федерации, этот госпиталь был развернут в кратчайшие сроки, буквально в несколько дней. И он значительно нам помог, поскольку они прибыли вот уже практически месяц, как работают, в тот период, когда мы достигли самого пика заболеваемости. Понимаете? Это тогда, когда в Гудаутской больнице уже практически до 200 пациентов, причем все тяжелые. Было крайне сложно. Мы оперативно открыли отделение, значит, соответствующее в инфекционной больнице Сухумской. Этим занимался глава города Сухум. Они провели ремонт соответствующего отделения. И мы как-то разгрузили. И, безусловно, вот этот госпиталь на 100 коек с возможностью размещения еще 50 коек. Там отделение реанимации на 12 коек. И еще порядка 25 коек, которые подключены к кислороду. Ну, возможность осуществления подачи кислорода пациенту. Это для нас очень большое подспорье, безусловно. На сегодняшний день там проходит лечение 36 пациентов. В том числе 6 тяжелобольных. Есть какой-то период, на который рассчитана их работа? Или они здесь будут столько, сколько нужно? Ну, это же военные, это Министерство обороны. Насколько вот мне известно, их командировка продлена еще на один месяц. До 20 декабря. Ну, 20 декабря в соответствии с тем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в республике и будет приниматься решение. Но, опять-таки, это будут наши, соответственно, пожелания. И при необходимости мы, безусловно, обратимся с просьбой оставить их для продолжения несения службы. Как распределяется помощь и продолжают ли ее оказывать? То есть, движение «Мы вместе» и «Диаспора» в Турции? Или это были такие разовые акции? Движение «Мы вместе» свою помощь прекратило вот на том этапе, когда привезли компьютерный томограф. Что касается Абхазской диаспоры и Московской, то, как я сказал, они осуществляют эту помощь в виде доплат нашим медикам, которые работают в ковидном центре. Это тоже серьезная помощь. Ну и, безусловно, турецкая и абхазская диаспора при нашем непосредственном взаимодействии с ними осуществила поставку медикаментов и оборудования. Мы предварительно согласовывали, что нам необходимо. И вот они поставили порядка на 300 тысяч долларов вот этого груза, который мы практически распределили, ну какие-то резервы на складе Минздрава, а все остальное распределено между учреждениями, которые занимаются лечением ковидных больных. И, как нам известно, турецкая и абхазская диаспора готовят еще один гуманитарный груз. Как Вы следите за тем, куда отправляются медикаменты, средства защиты, купленные диаспорой? Потому что есть такая информация, что она попадает в аптеки. Груз идет на склад Минздрава соответствующими документами. Все это приходуется должным образом, фиксируется в соответствующей информационной базе данных. И после того, как грузоприходован, по заявке и по накладным выдается тому или иному учреждению, заведующему аптекой этого учреждения. Повторяю, аптека больничная имеется в виду, не коммерческая. Они забирают и, соответственно, мы знаем, какое количество, чего, когда и кому мы выдали. Естественно, когда подобного рода вещи происходят, здесь есть компетентные органы, которые, конечно, должны проверять и проверяют. Мы осуществляем надзорные функции по части реализации, расходования этих препаратов, расходных материалов непосредственно в учреждении. Вот у вас есть приход, пришли в учреждение и проверили. Вот это такое количество, кому, куда, где история болезни. Посмотрели по истории болезни. Есть этот препарат, выписан на какого пациента и так далее. Конечно, здесь это максимально, ну, стопроцентно, мы гарантировать здесь очень сложно. Вероятно, нужны еще другие какие-то дополнительные меры, вот такого жесткого контроля над тем, что мы получаем и, соответственно, кому мы распределяем, как это дальше там проходит, какое движение уже внутри самого учреждения. Конечно, здесь есть разные варианты, мы сейчас продумываем, может быть, дополнительные какие-то меры будут еще приняты по контролю. Томас Мурманович, а что касается других медицинских программ, которые реализуются в рамках бюджета, не пострадали ли они в период пандемии? Нет, не пострадали. Целевые программы все продолжаются. По гемодиализу программа продолжается, программа по льготному обеспечению отдельных категорий граждан в рамках российско-абхазского соглашения продолжается. Мы уже обеспечили третий квартал, сейчас идет заявка на четвертый квартал. После финансирования также будут приобретены руб-абхазформации медикаменты и распределены между вот этими категориями граждан, инвалидов, я имею в виду. Также выполняется программа по лечению за пределами республики и на территории. Это имеется в виду оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Мы направляем также пациентов в рамках обязательного медицинского страхования, это прежде всего кардиохирургический профиль. Онкологическая программа осуществляется фондом обязательного медицинского страхования с 1 октября до того, в течение трех месяцев в соответствии с распоряжением премьер-министра, мы осуществляли обеспечение химиопрепаратами 1-й, 2-й и 3-й линии наших пациентов в течение, что я повторяю, трех месяцев. Сейчас этим занимается ФОМС. Ну и, соответственно, противотуберкулезная программа, программа по призывникам и так далее. Централизованное обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами, это по части оказания экстренной медицинской помощи, конечно. Все это осуществляется. И более того, мы представили на следующий год, 21-й год, 7 целевых ведомственных программ и 8-ю программу подготовили о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это будет отдельная целевая программа в объеме 40 миллионов рублей, куда будут включены приобретения необходимых расходников, медикаментов, реактивов именно для больных с коронавирусной инфекцией, потому что эпидемия не завершена. И мы даже предполагать не можем, когда она окончательно завершится. Но меры должны приниматься вплоть до следующих двух кварталов. На одной из пресс-конференций вы говорили о возможности применения вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас на каком этапе находится? Мы обсуждали этот вопрос с Минздравом России, у них пока там еще внутригосударственные процедуры проходят, потому что, насколько мы знаем, такого широкого применения в вакцинотерапии нет на сегодняшний день в Российской Федерации. Там вроде бы третий этап клинических испытаний, несколько видов вакцин уже прошли. Ну, соответственно, по итогам мы будем знать. И вообще, честно говоря, вакцинация в данном случае, она будет исключительно на добровольных началах. Возможно, нам ее окажут, мы писали соответствующее письмо от имени руководства в Российскую Федерацию, какое-то количество доз в качестве гуманитарной помощи. Но мы его не будем включать в национальный календарь профилактических прививок и на добровольных началах, вот так же, как и прививка против гриппа, например, которую мы уже начали. И еще один вопрос, Тамас Мурманович. Какие у вас прогнозы на 2021 год? Пойдет ли на спад пандемии или мы должны ждать так же, как и все остальные страны третью волну? Я думаю, что вообще прогнозы дело очень такое сложное и не всегда эффективное, полезное и достоверное. Но учитывая то, что происходит вокруг, я не думаю, что пандемия завершится в ближайшее время. Другое дело, что у нас, в нашей республике, с учетом нашего количества населения, конечно, здесь вот такого всплеска вряд ли стоит ожидать, потому что достаточно большое количество наших людей уже переболело. Но тем не менее, еще раз повторюсь, мы должны принимать все исчеркивающие меры вот такого санитарно-ограничительного характера. Если какая-то тенденция будет намечаться, что у нас вновь пошла какая-то вспышка, волна, то, конечно, здесь будут только ужесточаться меры. И это дает свои позитивные результаты. Все-таки надеюсь, что вот к апрелю, к маю месяцу как-то ситуация стабилизируется. Во всяком случае, такие прогнозы по Российской Федерации, вот мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами по Минздраву и с Роспотребнадзором, но это приблизительные прогнозы. Не будет ли стоять опять вопрос закрытия границы? Как думаете? Это в случае, если будет такое вот очень серьезное ухудшение ситуации, в случае такой эпидемии, как в Абхазии, так и в России, тогда, возможно, и встанет вопрос, но пока об этом речи нет. Спасибо. Спасибо вам, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова